Пройду по Абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я подстаю в тени. Жаль, что в Иркутске улиц с таким приятным слуху и сердцу названием почти нет, разве что в отдаленных новых микрорайонах. А вот центр города почти весь носит имена героев советского прошлого, но героев ли? Ну мы говорим, конечно, о тех улицах, которые носят имена террористов, и, скажем так, их вклад не только в город, где Иркутский, мягко говоря, неизвестен, но и вклад в историю России сомнителен. Это, например, улица Софьи Перовской, это улица Халтурина, это улица Желябова. Дискуссии о том, нужно ли возвращать Иркутским улицам их исторические названия, ведутся уже несколько лет. И вот впервые дело не ограничилось разговором. В конце мая обрела новое старое имя улица Баграда, ныне Чудотворская. Историческая справедливость восстановлена, считает историк Алексей Петров. Особенно сейчас, когда город Иркутск вошел в список исторических городов, и у нас есть специальная историческая часть города Иркутска, и наша задача, конечно, восстановить ту историю, которая была утрачена. Могу сказать, что, например, улица Чудотворская, это вообще единственный допонимум в России. Ни в одном из российских городов нет улицы с таким названием. Получили название еще два известных и важных места в Иркутске. Это сквер перед зданием Востюг Угля, теперь он называется Тихвинский, по названию стоявший здесь много лет назад в Тихвинской церкви. А территория перед областной администрацией теперь именуется Площадью Спиранского. Единого мнения среди горожан по поводу исторических названий нет. Кто-то за, кто-то резко против. Когда проводили исследования, почти 30% сказали, что им все равно. А понимаете, а когда теперь это действие произошло, оказалось, что не все равно. Ну, может быть, тогда таким образом люди, которые вот сейчас пытаются высказывать свое мнение, смогут быть привлечены к общественной и политической жизни города. А что же остальные? Трапезниковская, сейчас Желябова, Пестеревская, мы знаем ее как улицу Урицкого, Тихвинская, ныне Сухобатора и другие. Пока все эти улицы переименовывать не собираются. Однако вопрос этот не закрыт. Вообще, я очень надеюсь, что у нас в начале каждой улицы, исторической улицы, появится небольшой информационный щит, где будет написана история этой улицы. И если такой щит мы начнем, первый появится на улице Читотворской, это будет правильно, где будет написано в том числе, что в 1920-2016 году улица носила имя большевика Якова Баграда. То есть это имя все равно не будет стерто из истории, по одной простой причине, что улица носила такое название. Самый главный страх горожан, связанный с новыми названиями городских улиц, это возможные проблемы с документами. Их придется менять, стоять в очередях и так далее. Однако, как показал пример Читотворской, городские власти способны сделать все быстро, организованно и бесплатно для людей. Так что бояться нечего. Наталья Винтер, Павел Успенский, Утренний коктейль.